Всем привет! Вы на канале о рыбалке. Подписывайтесь на канал, а также не забывайте включать уведомления. Это колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. Мои видео выходят регулярно, каждую неделю. Все полезные ссылочки смотрите в описании по моим видео. И сегодня очередной выпуск полезных советов на рыбалку. Очередные три полезные совета, которые, надеюсь, вам пригодятся. Кто-то может и знает то, что я о чем буду говорить. Кто-то не знает, кому-то будет полезно, надеюсь. Так что смотрите видео до конца. И в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, чем можно заменить дешевый вариант садок, если у вас нет на первое время. А также про секрет, клевая, если не клюет, что нужно делать, чтобы у вас хоть что-то поймалось, хоть что-то клевало. А также поговорим сегодня про роволовные узлы, как упростить их вязание. Ну, а конкретнее о том, как упростить вязание боковой петли. Ну, если у вас по каким-то причинам отсутствует садок, то можно поступить следующим образом. То есть вам понадобится для этого бутыль пятилитровая, которую, возможно, можно взять и побольше из-под воды. И делаете, что получается, делаете прорезь сбоку в самой бутыли. Сейчас далее вы увидите, как это делается. Вот таким вот образом, видите, вот здесь вот прорезь сбоку. Вот так удобно будет ложить рыбу. Отгибается, ложится рыба. Ну, естественно, нужно водички туда набирать. Но в особо жаркую погоду, например, способ не подходит, так как рыба все-таки может стукнуть. Это вот такой вариант, если вообще, как бы, с деньгами напрягивали, или не успели вы садочек купить, произвести, или он сломался в ответственный момент. Можно вот таким образом вытолкиться с данной ситуацией. Ну, а далее мы переходим к самой интересной части моего выпуска. О том, как же улучшить клев, если у вас не клюет практически. Вот я прошу обратить ваше внимание вот на такие активаторы клева. Я купил фирмы Аква. Можно, как бы, и другие. Я, в принципе, думаю, все они работают. Вот Аква, вот эта вся линейка, все вкусы. Ну, а сегодня мы остановимся вот на таком вот запахе, запах чеснока. Вот именно он у меня сработал. И не один раз уже на рыбалке сразу получается, как его применяем. Сразу же практически следует поклевка, и собирается рыба. Очень хорошая она, привлекает. Стоит 30 рублей за бутылочку. И привлекает именно вот хорошо красноперку и платву. И вот таким вот образом просто намазываете приманку червя или опарыша. Вот что у вас есть. Там совсем немножко надо, чтобы даже капельки много будет. И ловите, закидываете, и сразу практически, даже если клев вообще никакой, практически активирует поклевки и очень хорошо приманивает рыбу. Ну и напоследок расскажу вам, как можно довольно легко, очень простой способ связать боковую петлю. То есть берете просто вот таким вот образом. Сначала сматываете. Кончик делаете. Несколько витков, там 5-6. Нужно побольше сделать в витках 8 вот таким вот образом. Обвиваете. Такое колечко у вас получается. Вот таким вот образом. Это все довольно проще делается, чем стандартный способ вязания. Ну вот и получилось колечко. Теперь что нужно сделать? Вот видите, набивка у вас здесь, да? И теперь просто нужно посередине примерно там. Посмотрите, где середина. Расщепить веску ногтями. Если ногтей нету, там можно там какой-нибудь там что-нибудь тоненькое взять, типа иголочки там или что-нибудь такое вот. Вот таким вот образом расщепляем ее. Да, ногтями это довольно сложно сделать. Тем более, когда приходится еще снимать это все на камеру. Вот. Вот таким вот образом. Вот получилось у меня. Расщепили посередине. И теперь берем с другой стороны, делаем петелечку. Вот так вот. И продеваем ее в это образовавшееся отверстие. И придерживая ее пальцем, чтобы она сама петля не затянулась, затягиваем аккуратненько с двух сторон. И получается вот такая вот боковая петля. Напоминаю, что боковая петля используется при донной ловле, для привязывания поводков. Зимой тоже на зимнюю донку, для ловли корешкой тоже используется такая петля. Вот самый простой, на мой взгляд, способ. Самый простой и надежный для вязания боковой петли. Ну, а на этом на сегодня все. Обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями. И напишите комментарий, вам отвечу я или более опытные рыболовы. Ну, а далее, напоследок, вот кусочек видео с рыбалки. Смотрите и наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok